Всем привет! Это совместный проект канала GadgetMoney и Ease.ru И сегодня мы ответим на три очень важных вопроса Из чего состоит Powerbank и что у него внутри? Стоит ли переплачивать за оригинал? Ну и конечно же посмотрим, как себя поведут эти Powerbank в дроп-тесте Для того, чтобы нам было с чем сравнивать, я заказал парочку штук, приехала за несколько дней Давайте посмотрим, что там внутри Хотелось бы сразу прояснить ситуацию, что это эксперимент И поэтому я почти на 100% уверен, из-за цены в первую очередь, что это не оригинальные Powerbank Держите это в уме и всегда остерегайтесь и не покупайте товар, в качестве которого вы не уверены Посмотрев данное видео, вы точно будете знать, почему стоит переплатить совсем немного за качество В первой коробочке, которая на вид обыкновенный прессованный картон Я обнаруживаю всего лишь Powerbank продолговатой формы, сделанный из пластика И по тактильным ощущениям напоминающий что-то дешевое пластиковое Ничего больше в коробке нет Ну а цвет морской волны по-настоящему летний Наличие двух портов полноценных USB для одновременной зарядки двух гаджетов Порт microUSB для того, чтобы зарядить саму батарейку Кнопку включения и несколько светодиодов для индикации количества заряда самого Powerbank Человек, не разбирающийся в тематике, запросто примет такой прибор за чудо человеческой инженерии 21 века Заявленная китайцами мощность 8800 мАч А на деле повезет, если он включится, но этого, ожидаемо, не произошло, и он не смог подать спасительный заряд на смартфон Уже можно смело предполагать о низком качестве комплектующих, из которых он сделан Белая коробка тоже надежды много не дает по причине помятости и некачественной полиграфии Пиктограмма черного цвета предполагает, что внутри гаджет черного цвета, а на самом деле – приятного розового Что, несомненно, понравилось бы слабой половине человечества и просто придаст настроение или улыбку сильной Ну что ж, розовый, так розовый Данный аккумулятор сделан уже не из дешевого пластика, а из дешевого металла, похожего на алюминий Я, конечно, не сдавал его на экспертизу оценки качества материала, но поверьте моему опыту, не из такого должен быть сделан прибор, который работает с электричеством Тут все то же самое по разъемам и кнопке включения, да чего уж говорить, на всех пауэрбанках все похожее Это внешнее КБ на 16 тысяч махов, как заявляет производитель, но по весу не особо тяжелее предыдущего Но он хотя бы подает признаки жизни Комплект уже богаче, есть инструкция на китайском и короткий кабель USB на microUSB А давайте попробуем зарядить один с помощью другого Вот это уже другое дело А теперь розовым пробуй зарядить смартфон Заряд пошел автоматически при подключении провода Слева металлический и розовый стоимостью 550 рублей Справа пластиковый и синий за 500 рублей Оба этих пауэрбанка мечты, в кавычках естественно, не достойны того, чтобы вы покупали их Они нужны нам лишь для одного Посмотреть, что внутри и безопасны ли они в процессе эксплуатации в плане выносливости бытового дроп-теста Практически все роняют свои гаджеты Давайте посмотрим, что с ними происходит при падении с разной высоты Субтитры делал DimaTorzok Пользуйтесь только оригинальными пауэрбанками Это облегчит вашу жизнь и избавит вас от лишних проблем Совсем скоро увидимся Всего доброго Пока-пока